Эта осень не только щедра на золотые листья, но и на кинопремьера. Одна из самых ожидаемых Малефисента Владычица Тьмы. Это уже вторая часть. Первая вышла в прокат еще в 2014 году и произвела большое впечатление на зрителей, что подтверждают кассовые сборы. Свыше 750 миллионов долларов. Новая часть фэнтези в России выходит 17 октября. Возрастное ограничение картины 6+. Посмотреть новинку можно будет и в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Фильм в жанре фэнтези является продолжением картины 2014 года Малефисента. Также лента сохранила свой звездный состав. Прошло уже несколько лет с тех пор, как Малефисента заколдовала юную принцессу Аврору, наложив на нее злые чары. Однако темная фея сама смогла отменить свое колдовство, после чего они сильно сблизились с девушкой. Теперь ей предстоит стать настоящей королевой, хотя народ сомневается в ее способностях и возможностях, что сильно ранит белокурую героиню. Любовь – это источник нескончаемых бед. Поверь мне, наша будет другой. А в это же самое время в волшебный лес проникает настоящее зло. Оно не щадит никого на своем пути и намеренно уничтожит лес полностью вместе с его диковинными обитателями. Когда ситуация вышла из-под контроля, Малефисента предлагает девушке снова объединиться в борьбе с коварным врагом. Вместе им предстоит противостоять натиску сильного противника, иначе природа и все жители топких болот погибнут. А следом та же участь ожидает и жителей королевства. Так, так. Осторожность лишней не бывает. Смогут ли героини снова пройти очередное испытание? Или темная фея, переродившаяся и полюбив девочку искренней любовью, теперь слишком уязвима для нечистой силы? Ответы на эти вопросы узнаете, посмотрев картину, которая с 17 сентября стартовала в прокате на большом экране в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Заказ и бронирование билетов на сеанс по телефону 300 033 или на сайте panoramadefistver.ru. Возрастное ограничение картины 6+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова